Июль дохнул своим теплом, Взглянуло солнце в каждый дом. Играют дети во дворах, Млечат коровы на лугах, Под мирным небом без забот. По крыше бродит серый кот. Здравствуйте! С вами Светлана и мой канал Для тех, у кого Новый год, круглый год в душе. Сегодня для показа я подобрала игрушки летние, веселые и сказочные. Прежде чем я их ближе покажу и что-либо о них расскажу, делаю маленький анонс. Друзья, скоро вас ждет огромнейший сюрприз. Я пока все это держу в сладкой тайне, Но чтобы не прозевать этого грандиозного события, Обязательно подписывайтесь и нажимайте колокольчик. Чудо будет чудное. Ну а теперь наше солнышко ясное, наше солнышко красное. Вот такое точно же солнце есть у меня в размере великан, Так называемые кремлевские игрушки. Я его раньше уже показывала, кому интересно, Тот может пересмотреть мое видео, посвященное игрушкам кремлевским великанам. Такое вот солнышко ясное, солнышко красное. А вот это вот солнышко необыкновенное. А почему? А потому что оно двуликое. С этой стороны солнышко улыбается, радостное. А с этой стороны солнышко, ну как мне кажется, Какое-то изумленное, удивленное. Наверное, я заметила какого-нибудь мальчишку-сорванца. И вот так вот смотрит. С изумлением, с удивлением таким. Но игрушка просто прелесть. И, конечно, как все советские старые елочные игрушки. Игрушка рельефная. В современных как? Просто бы нарисовали бровки, просто бы нарисовали губки. А здесь все элементы рельефные. И в этом солнышке, и в этом. И в следующем, которое я сейчас вам покажу. Это солнышко, к сожалению, у меня не в идеальном сохране. Если мне когда-нибудь попадется такое солнышко, в лучшем сохране, я, конечно же, его приобрету. Вот такое вот. Смотрите, здесь щетки рельефные. Вот просто необыкновенной красоты. Советские елочные игрушки. А сейчас я покажу. Солнце ясное, солнце красное. Да необыкновенное. Это может быть... Давайте я вот так поставлю. Может будет просто тогда лучше вам видно на протяжении моего показа. Солнышко. Потому что, когда лежат, не совсем просто их рассматривать. Вот оно. Солнце. Я думаю, вы понимаете, почему это солнышко я люблю больше всего. Красоты необыкновенной. А все из-за этой технологии исполнения. Одна сторона окрашена, а вторая сторона игрушки прозрачная. И поэтому вот мы имеем этот сказочный, светящийся эффект. Хотела бы чуть подольше остановиться именно на этом солнышке, потому что многие коллекционеры называют это солнце Ярила, бог солнца. Ярила, это был бог солнца у древних славян. Подтверждения в атрибуции нет, но я согласна с теми коллекционерами, которые это солнышко называют Ярила. Ярилен день в старину отмечали в начале июня. Вот по нашему современному календарю это где-то между первым и пятым июня. Но вот этого бога солнца чтили не только вот в начале июня. Его чтили, чествовали и в другие праздники, например, в день весеннего равновесия или в сороке, в этом начале марта, на масленицу, на Ивана Купала. Поклонение солнцу у древних славян было очень-очень важно и почесть ему отдавали при каждом удобном случае. вот такое вот солнце Ярила. Согласитесь, необыкновенной красоты игрушка. Давайте я еще чуть-чуть покажу ее, но просто глаз не оторвать. в летнюю тему я тоже вот отнесла и вот этот вот сноб пшеницы. Игрошка коллекционная, редкая. Посмотрите на эти колоски пшеницы, как они исполнены. Ну и, конечно, вот видно, сноб перевязан и есть серп. Вот такой сноб. Счастлива, что у меня эта игрушка есть. Ну и чтобы немножко сказки добавить в наш летний день, я решила вам показать, кого. Я колобок, колобок, я по коробу скребен, по сусеку метен, на сметане мешен, да в масле пряжен, на окошке стужен. Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, и от тебя уйду. Ну, это, конечно, его мечта. От меня этот колобок никуда не уйдет. Люблю его, берегу, храню. Этот колобок, как и все-все-все игрушки. И самые-самые дорогие, и самые-самые дешевые и распространенные. Все у меня индивидуально замотаны, перемотаны. И в коробках с одеялом и с покрывалом хранятся. Я вам когда-то покажу, как я храню свои игрушки. Тоже рельефная игрушка. Посмотрите, какой светлый, добрый, такой проказник, вот улыбка. Вот как можно вот просто одной только улыбкой выразить характер того или иного персонажа. А сейчас будет загадка. Загадка. Готовы? Кто доброй сказкой входит в дом? Кто с детства каждому знаком, кто не ученый, не поэт, а покорил весь белый свет? Кого повсюду узнают? Ну скажите, как его зовут? Буратино. Буратино. Вот он, сорванец Буратино. У меня этих игрушечек два экземпляра в разном отрасе. Посмотрите только вот на носики. Остенькие. Как они сохранились до сей поры, я не знаю. Глаза голубые, распахнутые, брови в разлёт, улыбка. Ну, посмотрите на эту улыбку. Вот такие вот два Буратино в моей коллекции. Друзья, я надеюсь, что игрушечки вам понравились. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте колокольчик. Повторяю, скоро всех моих зрителей ждёт большой, я бы даже сказала, грандиозный сюрприз. Не буду скромничать. Всем прекрасного летнего настроения, здоровья, удачи, всего-всего самого доброго и солнечного. С вами была Светлана и мой канал для тех, у кого Новый год, круглый год в душе. Пока, пока.